Привет! Сегодня я покажу как можно сделать робота сумо. Он будет выталкивать противников с круга. Итак, нам для этого нужно ардуино, драйвер двигателя L298N, ультразвуковой датчик приближенности. Я все это спаял на такую вот платку, а как ее сделать показывал в прошлом видео. Но в принципе на платку можно все не паять, а соединить с помощью проводов. Чтобы не чертить схему, в скетче я напишу каким образом необходимо соединить все пины. Также возьмем стандартные ардуиновские колеса и двигатели с редуктором. Также нам нужен датчик линии, он будет отвечать за то, чтобы робот не выезжал за круг. То есть по сути он будет отличать черный цвет от белого. Раму буду собирать из алюминия, а также из напечатанных на 3D принтере деталей. Детали эти печатались несколько для другого проекта, там я их не применил, поэтому доработал отверстие и применю здесь. И вначале соединяем двигатель и уголок. И делаем это на обоих двигателях. Теперь беру нижнюю планку и соединяю ее с рамой. По бокам креплю небольшие уголки. И вот так получается. Уже чувствуется вес. Теперь необходимо прикрутить держатель колеса. И теперь крепим собственно это колесо. В принципе на это место можно установить поворотное колесо. Но такого также будет достаточно. Устанавливаем двигатель. И вот такая штука получается. Теперь необходимо закрепить как у бульдозера навесной рабочий орган. Вот так получается. Эти кстати уголки я также распечатывал для другого проекта. Но применил их здесь. И теперь прикрепим его. Теперь необходимо закрепить датчик линии. По правилам необходимо использовать один датчик линии. Проводки на датчик лучше припаять. Потому что робот будет постоянно сталкиваться. И этот обычный разъем может выпасть. Пайка же держит надежно. Подключаем ардеину к компьютеру. И заливаем скетч. И пару слов скетч. И тут написано как подключать датчик приближенности. Здесь драйвер двигателя. И затем датчик линии. Тут назначаем что выход, а что вход. Для проверки работоспособности датчика я воспользовался сериалом. А теперь о том как работает робот. Если расстояние до объекта больше 15 сантиметров, то мы едем прямо. Затем если меньше 15, то мы ускоряемся и едем прямо быстрее. То есть робот ездит, ездит. Если встретил соперника, ездит еще быстрее. И если робот наехал на линию, то он отъезжает назад, поворачивается примерно на 90 градусов и едет прямо. Последний штрих. Поджимаю винты. Теперь подключаю аккумулятор. Прячу его сюда. Закрываю верхнюю крышку. Перевернул вверх ногами. Теперь вставляю длинный шуруп. И закручиваю. Датчик на место. И вот такой робот получился. И теперь проверим вес робота. 585 грамм. На самом деле правил много для роботов. И я ориентировался на то, чтобы мой робот получился размером 15 на 15 на 15. То есть не больше, чем эти размеры. И весом до килограмма. Так как получился до 600 грамм, поэтому в дальнейшем буду пробовать делать роботы до 600 грамм. А вот здесь в правилах написано, что роботы с ума на лего должны быть до килограммов. И проверим, как робот будет работать. В качестве его соперника будет рулон туалетной бумаги. Включаем и погнали. То есть он ездит. Доезжает до линии. Возвращается обратно. Поворачивает. И выталкивает соперника. Итак, друзья, если это видео вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!